Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если вы любитель по ПТшить в нашей игре, то вам выложили довольно-таки интересный наборчик для того, чтобы его приобрести или по крайней мере подумать об этом. Вам предлагают вот этого вот красавца G40-1008 в комплекте с Canon Yachty Panzer 105. И если вы позволите, я буду просто 105-кой его называть, потому что постоянно выговаривать это название у меня не хватит ни сил, ни духу. Что касается того, что вам предлагают, то за 13,5 тысячи вы можете взять эти машины в составе набора, а если не хотите, то можете взять их по отдельности. Давайте обсуждать ценники для начала. 6,5 тысяч за 105-ку. 105-ка подешевела на 500 голды. Последний раз, когда я помню, она выходила на продажу за 7 тысяч голды в голом ее состоянии и за 8,5 в составе набора. Но 6,5 тысяч я считаю, что это дорого для этой машины. Что же касается G40-1008. G40-1008 машина крайне играбельная, классная, интересная, обладает барабаном на два снаряда, вполне себе альфовым орудием. Короче говоря, ну не то чтобы мечта ПТ-вода, но приближается к ней. Многие с этой машиной могут не справиться, но в то же время найдется огромное количество игроков, которые будут на ней фаново и весело кататься и расстреливать своих соперников. Но 10 тысяч за восьмерку, ребят, это тоже объективно дорого. Я думаю, что объективная цена на данную машину где-то 8,5 за голое ее состояние. 8,5 окей. Что касается набора, то за 13,5 тысяч вам дают две этих машины. Вы получаете открытое оборудование на ту и на другую, это позволит сэкономить порядка 4 миллионов серебром. Вы получаете X5 в количестве 10 штук на любые машины, это поможет вам прокачать какую-нибудь веточку. Вы получаете себе легендарный внешний вид Excalibur на G40 1008 и на 105 получаете камуфляж, который на меня не производит абсолютно никакого впечатления. Потому что выглядит он приблизительно так же, как выглядят стандартные камуфляжи за какие-то там 2,5 тысячи серебра. Можно приобрести на песочные танки. Помните, там для зимних карт в самом низу списка камуфляжей. Ну вот где-то точно так же. Ничего интересного, ничего красивого и ничего уникального. Так вот, ребят, если разбивать просто сам ценник по машинам, то если мы оценим с вами G40 даже не в 8,5, а в 8 тысяч, я считаю, что в голом состоянии машина за 8 пойдет, то тогда за 105 с вас просят 5,5. И это еще на 1000 дешевле, чем тот ценник, за который ее сейчас выставили в голом ее состоянии. Только в таком случае, при таких ценах, вы еще и получаете вновь бабочку дополнительно внешние виды и даже есть вот эта вот курица, которая сернула на оголенные провода. В общем, ребят, набор гораздо выгоднее, понятное дело, но только остается открытым вопрос, а надо ли вам обе этих ПТшки. В этом видео мы выкатим из ангара G40 1008 для того, чтобы его заценить. Вполне через полчаса-час на канале появится видео там, где я выкатываю 105. Ну, в общем, ребят, если интересует еще и 105, или вообще, в принципе, вас интересуют исключительно честные обзоры и честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас и никогда вам не посоветую купить чего-нибудь, что может вас расстроить. Ну и возвращаемся к нашему G40 1008. G40 1008, как я уже говорил, обладает барабаном на два снаряда. Здесь у нас, ребят, перезарядка снаряда внутри магазина 2,5 секунды, и мне очень часто все-таки в последнее время не хватает какой-то там вот прям громулечки. Поэтому если бы вылет снаряда был не 2,5 секунды, а 2, машина бы просто божественно игралась. Что касается времени перезарядки магазина, при грамотной игре не смущает абсолютно. Что такое грамотная игра на G40, в моем понимании, я попытаюсь поделиться сейчас во время боя. Что касается среднего бронепробития, 260 мм более чем достаточно, чтобы играть даже на дальних расстояниях. Хотя вяловато летят снаряды, нужно давать упреждения. Что касается среднего урона, 350 за выстрел вроде бы и немного, но с учетом того, что за 2,5 секунды вы делаете два таких выстрела, то получается, что ваша альфа суммарно с барабана составляет 700 единиц. Это действительно круто, действительно классно. Плюс к тому, ребят, есть время сведения, которое вполне себе комфортное, не вызывает каких-то там существенных неудобств. А вот что касается разброса, то несмотря на то, что цифра заявленная очень приятная, то на дальних расстояниях все-таки разброс великоват. Опять-таки будем смотреть в бою. Ну и что касается ДПМа, то с учетом того, что это барабан, я бы сказал, что 2,445 это вполне себе приемлемая цифра. Ну и что самое интересное, что на Джессоре она реализуемая. В целом у меня получается на нем, как правило, закидывать где-то по 2300-2600. Это если не напрягаться, а если хороший бой, то и больше 3000 можно урона накидать. Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 8. Это действительно очень удобно, очень классно. Я попытаюсь показать это в бою, но не помогает абсолютно прятаться от снарядов ваших соперников. Потому что здесь брони нет по определению и от слова совсем. Ну что, берем машину и поехали попытаемся ее покатать. Итак, друзья, хоть это не обзор, буду озвучивать вам свои ощущения от данной ПТшки. Ну а если вас интересует абсолютно честный обзор в стиле моего канала, то обязательно переходите по тем ссылкам, которые я добавлю в описании. Там вы найдете зацен по броне, там вы найдете сравнение с другими машинами, и там вы найдете дополнительные катки. Вот что я говорил по поводу удобства прицеливания. Здесь очень хороший, бодрый угол склонения орудия вниз. И да, пускай он не позволяет вам работать от башни, так чтобы можно было принимать непробитие и танковать. Но, ребят, при этом всем вы получаете возможность прятать свой корпус за какими-нибудь вот такими вот холмиками, искусственными преградами, и таким образом максимально долго продержаться в бою без пробитий. А пробитие получить на данной машине крайне просто, потому что у нее очень-очень слабое бронирование, а точнее полное ее отсутствие. Что касается времени перезарядки. Время перезарядки магазина вполне себе приемлемое, все комфортно, все классно, и отыгрывается очень удобно, если вы опять-таки находитесь не в самом замесе. Тогда, понятное дело, вам будет недостаточно вашего времени перезарядки. Ну а так, если вы будете работать от третьей линии, где Джессору, в принципе, и есть место, то, соответственно, будете получать максимум удовольствия. Что касается стрельбы на дальних расстояниях. Сейчас попытаемся подождать, пока Эмиль второй проедет немножко дальше. Я больше чем уверен, что он поедет вперед. А, братка, у тебя просто снаряд был последний. Видать, из-за этого ты откатился назад. Ладно, подождем. Ну, давай, еще чуть-чуть. Ладно, попробуем сейчас ради интереса фугасом. Промахнулся. Сам виноват, вопросов нет. Так, перезаряжаемся, пока время есть. Короче говоря, на дальних расстояниях отыгрывать, в принципе, комфортно. Единственное, что не сильно быстро летит снаряд. И довольно-таки часто бывает такое, что промахиваешься, если не, скажем так, угадал упреждение выстрела. Здесь есть хэш-фугасы, которые довольно-таки неплохо помогают порой в боях с повышенным бронепробитием. Они являются голдовыми, ну и, соответственно, для тех ребят, которые экономят серебро, навряд ли вы будете часто ими пользоваться. Ну, а если вы, ребят, все же играете себе в удовольствие и готовы потратить немножко серебра, то, поверьте мне, вы не пожалеете, если будете их использовать. Очень классная штука. Помогает наносить урон. Сейчас в гуслю попал, блин, из-за этого ничего не получилось. Мог сейчас нормальный урон накинуть объекту 704-му. Ну да ладно. Перезаряжаемся. Двое на двое остались. Психанул парень. Жалко мне его, реально жалко. У него были все шансы. Сам в драку сейчас не полезу. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Эх, блин. Не успел. Не успел показать вам работу хэш-фугаса, но факт остается фактом. Хэш-фугас, штука классная. Действительно удобно, потому что имеет повышенное пробитие. Ну и, соответственно, позволяет наносить больше урона. В этом фишка данной машины. Что будем сейчас лицезреть? Я думаю, что мы будем лицезреть не самые выдающиеся классные результаты. Но в целом за вот такой бой, согласитесь, абсолютно нормально. Три уничтоженных соперникам, 2400 единиц нанесенного урона. Что касается наших результатов по фарму. То здесь у нас, ребят... Сейчас, секундочку. Раздуплится немножечко Wargaming Game Center. Притормаживает 60 тысяч с учетом према и 37,5 без прем-аккаунта, без всяких бустеров и всего остального. По-моему, неплохой фарм за такой абсолютно непотный бой. Что касается нашей результативности по настрелу, то мы на первом месте в команде по урону. Почему я говорил, что здесь мы не будем лицезреть каких-то прям ошеломляющих результатов. Просто потому что на G-SOR можно результаты давать и больше. Это действительно факт. Вопрос просто заключается в том, все ли будет нормально складываться в самом бою. Я не говорю о том, что на нем можно смело настрелять там 8000 урона. Можно. Это если вы подъедете к каким-нибудь спящим соперникам, которых будете разбирать, пока они АФК-шные стоят у себя на респе. Ну а если мы говорим о реальном бою, то 1003 на нем делать можно. Главное, чтобы вы не находились на первой линии и работали именно ПТ-шкой поддержки. Тогда будет вам счастье. Что касается технических характеристик, ребят, в отношении хэш-фугасов. Я отдельно это не обозначил в начале, поэтому давайте вернемся сейчас. Осколочно-фугасный хэш-фугас, так называемый, имеет повышенное пробитие в 187 мм. Что в разы круче, чем обычный осколочно-фугасный снаряд, который идет здесь тоже в комплекте. При этом всем разница по наносимому урону между двумя этими осколочно-фугасными, хэш-фугаса или обычного фугаса, абсолютно никакой разницы, ребят, по урону нет. Но есть разница по сравнению с базовым снарядом. Если вы будете забрасывать в подходящий момент два осколочно-фугасных по 440, то вы получаете 880 единиц среднего урона. Ну а здесь 700, ну таким образом получается, что 880 минус 700, 180 единиц дополнительного урона, который вы можете набрасывать. Короче говоря, штука прикольная, штука классная. Что же касается самого G40 1008, машина очень интересная, очень играбельная. Многим ПТ-водам зайдет, особенно, ребят, обозначу тем ПТ-водам, которые любят играть на дальних расстояниях, играя, как я это называю, в снайпера. Если вы за честные обзоры, если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я побежал снимать видос по поводу Кононаньяк, где, короче, по поводу 105-ки. Ну а вы, друзья мои, возвращайтесь к просмотрам моих видео, я вам безумно за это благодарен. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока.